вот на это место я прикармливаю белок белки здесь есть и они уже два раза брали прикормочку я вот так вот оставляю орешки грецкие так как я ежедневно здесь бываю то оставляю их и потихонечку прикормлю и посмотрим удастся ли нам снять их живем здесь так-то видеть видел белок стрелок или может сойки какие птицы берут главное если что-то делаете то делайте это регулярно тогда будет какой-то успех вот я хожу практически каждый день около часа нарезаю тут пять кругов круг чуть больше километра и потихонечку лучше с дыхалкой лучше сердцем с выносливостью поступил такой вопрос рассказать о вреде курения я еще когда начинал работать на теме оздоровления то я натолкнулся на такую интересную историю что якобы где-то там в тибете жили значит братья такие злобные духи и эти духи были побороты и через какое-то время должны воплотиться и вот как раз об этом воплощении рассказывал мудрец что эти духи воплотятся виде листьев табака и принесут людям многочисленные беды и болезни это было еще сказано там где-то средние века в тибете если еще не раньше но если сейчас посмотреть то курение видать всех достала что уже на пачках пишут что курение просто-напросто убивает без всяких на этих говорах что можно заболеть можно не заболеть просто-напросто убивает чем же она может убивать но обычно говорят никотином там хотя если посмотреть сейчас очень много информации что я хочу сказать вот со своей практики так это то что опять таки когда ты очищаешь организм особенно голодаешь вот выходят выходят и выходят шлаки в виде какой-то жижи мути там и прочего прочего не нужно запахами без так вот чем тоньше составляющие ну будет воздуха дыма там тем лучше они проникают внутрь нашего организма вместе с дыханием и вместе с кровью будем говорить наводняют все наши жидкостные среды начиная там ну естественно кровь так как мы курим дальше идет межтканевая жидкость межклеточная жидкость она конечно таки сами клетки потому что существует такой закон если в каком-то объеме много чего-то там растворено и он соприкасается с объемом в котором этого нет то начинается перемещение этих веществ туда где их нет пока концентрация не сравняется так вот когда человек курит он насыщает вот этими вот тонкими веществами которые наиболее трудно выводятся из организма все свои жидкостные среды а они должны иметь определенные характеристики при которых жизнь в организме проявляется лучше всего жизненные процессы а если они изменились то естественные жизненные процессы угасают очень часто от особенно наблюдается как-то избирательное действие знаете на те ткани в которых обмен веществ понижен это в основном какая-то соединительная ткань и причем ткань сосудов потому что в сосудах есть оплетка оплетка это имеет ну будет какие-то такие эластичные составляющие вот эти эластичные составляющие хорошо впитывают а назад особо не отдают то есть вот эти вот все вещества поступающие с дымом сигареты они остаются больше всего в стенках сосудов и самое интересное по действиям силы тяжести они опускаются вниз все таки все это имеет какой-то вес распределяется по сосудам нижних конечностей и возникают болезни сосудов нижних конечностей вплоть до того что начинаются различные там закупорки ткани ног начинают отмирать и я неоднократно слышал такую вещь что просто курить иначе вам отрежут ноги отрезайте ноги но курить я не брошу и так и поступают отрезают ноги так как человек дальше продолжает все это дело делать то через какое-то время его просто-напросто нет на белом свете на эту тему я даже сочинил такую песенку сигарета сигарета до конца и все в дыму полная да никотина их за это не куру вот такие вот дела насчет курения ну еще с позиции привычки можно все это дело как бы обмозговать привычка получать горечь который доставляет дым сигаретная она вернее не она а сама горечь несколько активирует процессы в организме то есть эта энергетика горечи как бы создает легкость сонливость вытесняет вот и создается такое впечатление что ты покурил как бы что-то там подзарядился особенно они любят курить после еды вот ну на самом деле все это как бы сказать все эти стимуляции горьким вкусом тем более таким образом они чреваты для здоровья так так что еще хотел сказать теперь можно поговорить о том а как же бросить курить бросить курить ну здесь в первую очередь надо это провести провести самим собой такую большую работу по по знаете убеждению себя что это вредно и вот когда вся эта работа будет выполнена вы убедите сами себя что так дальше нельзя это вам не надо вот тогда наступает такой момент решимости что вы бросаете если этого нету знаете такой убежденности решимости то все попытки бросить ни к чему не приводит ну пример моего отца который курил с 9 лет как говорится когда человек так более-менее начинает себя осознавать вот он начинает глядя на взрослых подражать им ну и что он рассказывает вот он курил с 9 лет у него там были проблемы с сердцем побаливала там он даже в различных санаториях был ну потом он долго себя так убеждал и где-то около 50 с лишним он бросил что он говорит недели две очень сильно тянуло курить то есть вот эти две недели естественно надо как-то как-то о смотрите синячки были ага много дятел а орешка вот тю-тю нету то есть сейчас а нет орешки есть значит уже место знакомое сюда стекаются ну посмотрим ну ладно продолжим так значит по его рассказам страшно две недели хотелось курить вот и потом эта тяга исчезла отпустила и все прошло естественно я такое вспоминаю что и говорят при этом идет отхарки они из легких такой желтой слизью вот этими всеми шлаками это так сразу же начинается очищение организм с благодарностью откликается на это и выходят самые такие шлаки злостные поверхностные а вот те которые растворились там уже чуть ли не в клетках они естественно будут выходить чуть ли не годами но тем не менее если человек перестает курить и это потихонечку выйдет конечно очень хорошо бросить курить во время голодания хотя некоторые курят ну там создается условие что идет хорошее очищение такое и возникает курил такое отторжение возникает отторжение человек на голоде быстрее перестает значит курить ну как правило поголодать это надо недельки две не просто так что-то тот день бросил там и все вот и после нормализуется обмен веществ то есть выходят вещества которые попали уже в обмен организм и как бы сказать организм уже вроде как их и требуют и человек все это дело бросает слышал я и другую вещь что на прощенное воскресенье в 12 часов ночи надо выкурить выкурить последнюю там папиросу сигарету положить ее значит на пачку с твердым намерением что все курить не будешь и здесь как раз прощенное воскресенье интересный день когда тебе помогают высшие силы в твоих намерениях благородных и они тебе продают уверенности силы не возвращаться к этой привычке что есть такие люди которые рассказывали что им это помогло вот ну и расскажу о том как я начинал курить мне также было где-то лет лет 11-12 отец в то время курил беломорканал я решил про себя пора пора начинать курить то есть вот это непонимание к чему все это приводит но зато когда мы видим что это делают взрослые пускают дым кольцами для детей это очень очень интересно так сказать занимательно ну вот я начал знал где отца лежат эти папироски думаю одну там в день пока там втянусь вот выкурил одну папиросу горько на следующий день другую горько на третий день начал курить горько думаю да нафиг она надо ну что это такое какая-то горечь то есть я ничего положительного от этого процесса не ощущал и лучше я буду там что-то сладкое есть то что мне приятно поэтому все это дело прекратил вот добр здоровится все это дело прекратил конечно были случаи там когда я пробовал ну просто там с кем-то там за компанию закурить это если было раз в пять лет это все было лет примерно до 35 то есть одна раз в пять лет если не меньше все после этого я себя не помню чтобы чтобы брал сигарету закурить вот естественно пассивно как пассивный курильщик я был находился в обществе людей которые курят но сам не курил вот здесь конечно важно чтобы человек как-то понимал что такое хорошо что такое плохо когда он начинает вот понимать и не придерживаться вот этого стадного какого-то чувства вот это делаем вот это делаем тогда он тогда он личность у меня вот такого никогда не было чтоб я жил как все там ага вот это будем делать вот это подошло то будем делать как-то всегда рассуждал понимал и что-то я вообще не мог делать то что считалось это нормальным ну вот насколько я мог ответить на этот вопрос насчет курения я ответил значит затронуты как бы сказать даже такие древние вещи курение не курение а даже от духи которые обслуживают табакокурение это тоже нельзя отрицать любая привычка это есть нечто такое живое которое норовит на вас паразитироваться на вашей жизненной энергии на вашем непонимании и потом приобретает над вами силу власть с тем чтобы за счет вас ну будем говорить наслаждаться развиваться используя вашу жизненную энергию раз второе с точки зрения физиологии как это влияет да растворяется в жидкостных средах и мешает жизненному процессу во всем организме как от этого избавиться несколько способов что самое важное это сознание и второе почему так многие срываются это недостаточно сил волевых усилий осознанных волевых усилий по выходу из этого процесса это это значит помощь ну будем говорить можно даже святых призывать можно значит в день прощенного воскресения и можно осознанно осознанно доголодать для того чтобы прервать этот процесс ну на этом покурим все что я знал то я вам сказал что я